Я много лет за юмором езжу в деревеньку, где живет дедушка моего друга, его зовут дед Митя. Он разговаривает шутками, но он об этом не знает. Просто приезжай и записывай. Как-то приезжай и говорю, дед Митя, какие новости? Недавно, сынок, в наших краях катаклизм был. Утром выхожу на крыльцо туман. Откуда вам здесь? Первый день не рассасывается. Второй день не рассасывается. Третий не рассасывается и все. Я говорю, сколько туман не рассасывается? Неделю туман не рассасывался. Пока я на восьмой день не сообразил, что это какая-то зараза, мне прозрачным скотчем очки заклеило. Это что, сынок? А перед твоим приездом кошмар снился. Я во сне пропотел раз десять. Мокрый проснулся. Я говорю, что случилось? Ужас, страшно рассказывать. Я говорю, да ладно, рассказывайте, я выдержу. Снится мне, что я один в женской бане. Представляешь? А вокруг одни красавицы. Молодые, сексуальные, обнаженные. И я среди них один, сынок. Кошмар. Я говорю, дед Митя, чтобы вы понимали, это называется не кошмар. Это называется праздник. Он говорит, да, но я-то в этом снят тазик. Честно говоря, в этой деревне, я не знаю, или может какие геомагнитные поля или аура такая. Там все так разговаривают. Успевай записывать. Даже приезжие, я слышу, приезжие местные говорят, брат, как вы тут в деревне живете? Слушай, тоска, сходить некуда. Хоть какие-то развлечения есть местные? Ты в соседней деревне не был. Там вот так идешь. Варьете, кабаре, американские горки. В фламинги плавают. Да, другой раз идешь, идешь, ты говоришь, да когда ж ты кончишься-то? Поле конопляное. Но мой знакомый, это дедушка, он зажигает все равно ярче всех. Они с кумом сидят на лавке, но оба ровесники. Куликовская битва, вот. И кумова спрашивают. Дмитриевич, ты как самый умный у нас в деревне, ты должен знать, кто такая Жанна Дарк. Дед Польщеный комплиментом. Жанна Дарк, в двух словах, Гамлет, а баба. Я говорю, дед Мит, что нового было, вот, самого интересного. Да к окулисту ходил. Ну, там история была отдельная. Он приходит к окулисту, говорит, сынок, что-то зрение подсело. Он говорит, сколько вам лет, отец? 87. На молодых женщин смотрите. Ну, а как? У меня рядом женское медучилище. Они с девяти на занятиях. Я с восьми на лавке. Вот зрение и село. Ладно, отец, без шуток, попробуем вам что-нибудь сделать. Там коррекцию, операцию. Все ему сделали. Дед приходит через пару недель. Говорит, ну как? Вот так, сынок, все наладилось. Картинка четкая, ясная. Что я тебе скажу? Я осмотрелся, присмотрелся и сделал вывод. Я говорю, бабку-то мою надо менять. Я говорю, да ладно, дед Митя, вы тоже с виду не Брэд Питт. Он говорит, да я не в этом смысле. Она болтает без остановки. Часами, особенно по телефону. Болтает, болтает. Я говорю, Нюра, что ты болтаешь? Там уже 10 минут как трубку положились. Я никто не слушаю. Она говорит, что ты понимаешь? Зато никто не перебивает. Я говорю, дед Митя, а как вы с ней познакомились? Говорят, вы так по молодости зажигали. Как со всеми остальными, так и с бабушкой. А предложение на ней жениться. А вот предложение на ней жениться. Сделали мне три ее брата. И я не смог им отказать. Такие мордовороты. Думаю, что я тяну, девка-то хорошая. Уйдет, жалеть буду. Весь курс лечения буду жалеть. А я, сынок, знаешь, я вот это по врачам ходить не люблю. Оно мне не надо, знаешь. Я говорю, а что так? А я им не доверяю. Вон тебе пример. У нас женщина в деревне. Болела, болела. Ходила к врачу. Ходила, ходила, болела. Все выглядело и хуже, и хуже, и хуже. А потом в одночасье. Налилась здоровьем, взяла кровь с молоком. Спроси, почему? Я говорю, почему? Потому что перестала ходить к врачу. А стала ходить к кузнецу. Я говорю, зря. Сейчас по рекламе можно любое лекарство выбрать. Да я, знаешь, это для меня одна реклама. Перхоть боится лысых, кариес боится беззубых. А потом, сынок, я этой рекламе и не доверяю. Вот хвалили все, хвалили вот это. Вискос, вискос. А ведь больше одной баночки не съешь. Я говорю, а вы что, вискос пробовали? Нет, смотреть на него. Внук привез бутылку шотландских вискосов. Мы с кумом и выкушали. Вот начать. Я тебе скажу, что наш самогон лучше. Что ты? Нет, я смотрю, ты тоже вискосов принес? Вон торчит бутылка из сумки. Давай, давай, угощай, деда. Ну, значит, я достаю выпивку, апельсинчики. Он выпил, смотрит на апельсин, говорит. А вот я тебе, сынок, скажу, женщины зря с целлюлитом борются. Я говорю, почему? Это же техника безопасности. Это сцепление дополнительное женского тела с кроватью. Мы вон с одной ехали в поезде на верхней полке. И поезд резко тормознул. Если б не ее целлюлит, убились бы, слетели. На следующее утро он просыпается. Лопух к голове привязан. Я говорю, дед Митин, а что за украшения такие? Что за дизайн такой он? А, сынок, просто не рассчитал вчера с тобой. У нас тут знахарь есть, махал-махал. Он говорит, лопух привяжи, оттягивает после выпивки. Походишь так вот недельку, все как рукой снимет. Я говорю, у вас тут серьезные знахари, да? Да, а ты как думал, у нас тут Петр Петрович живет. К нему даже люди из города приезжают. Женщина мужа привезла и говорит, спасайте, Петр Петрович. Глаза у мужа не открываются. Два дня после дня рождения. Он говорит, сейчас посмотрим. Пальцами так попробовал ему веки разнять, знаешь так. А тот еще, знаешь, поднимите мне веки. Ладно, диагноз непростой. Будем банки на глаза ставить. Что ты думаешь, сынок? Помогло. Правда, сейчас там глаза, как банки. Он даже видит, что со спиной делается, не поворачивается. Это что? А в дальней деревне у нас еще знахарь Демид Демидович живет. О, иглоукалыватель. Что ты? О. Внуки к нему бабку привезли. Буквы Г. Бабка не разгибается. Девяносто семь лет. Последние тридцать лет. Вот так. Вот. Г. Он говорит, поможем. Будем, бабушка, ставить иглы пониже поясницы в оба полушария. Сколько лет, столько и иголок. Ну, а что, он-то опытный знахарь. Он до этого на швейной фабрике работал. У него этих иголок четыре ведра. Он ей как на санталевый, знаешь. Она вскочила, как девочка. Сама домой пошла ровной. Но, правда, глаза стали косить в сторону. Бабка, ну, глаза это не ко мне. Это к мужику, который банки ставит. Слушал я деда и думал, до тех пор, пока мы к жизни будем относиться с иронией и с юмором, все у нас будет нормально.